Добрый день, уважаемый президент, добрый день, уважаемые коллеги. Хочу представить свой доклад и очень рад, что я представляю Российский научный центр рентген и радиология, в частности, меня и моего заведующего. Не судить строго, первый раз выступаю, поэтому извиняюсь. Хочу представить доклад о частоте востребованности онко-ортипедических пособий у пациентов с медицинским поражением скелета. Актуальность проблемы, как было сказано ранее, заключается в необходимости улучшения качества жизни больных с медицинским поражением скелета и с применением, помимо специальных методов лечения, ортипедического пособия. Нашей целью становится оценить частоту востребованности онко-ортипедического пособия у больных с медицинским поражением костей. Как уже было ранее сказано, наше отделение работает всего немножко больше года, и таким образом с апреля по июнь текущего года в поликлинике РНЦРР было проконсультировано 274 пациента с медицинским поражением костей скелета. Большинство из них, практически половину, составляют пациенты с медицинским поражением рака молочной железы. На втором месте остается рак пристательной железы. Примерно пополам где-то в нашем центре получается рак легкого и рак почки. Далее незначительное количество, порядка 7 пациентов, что занимает 4% рака щитовидной железы и также прочие нозологи, порядка 23%. Итак, из всех проконсультированных пациентов, 86 пациентов имели показания для выполнения онкоортипедического пособия, что составляет 31%. Также, подтверждая раннюю статистику, рак молочной железы занимает доминирующее место в более 50%. В принципе, аналогия, она дальше так и сохраняется. По раку почки порядка 10%, рак легкого и рак щитовидной железы пополам и также прочие, включая в себя коллутеральный рак, рак яичка и рак матки, впрочем. По половому признаку разделились следующим образом. 69 пациентов занимали женщины, 31% мужчины. Возраст пациентов составил от 32 до 82 лет, что медиан составило 57 лет. И также на слайде представлено по локализации метастатического процесса. Порядка 71% были выявлены метастазы в позвоночном столбе. Плоские кости были поражены в 20% случаев и также 9% метастазов были локализованы в длинных костях. Также стоит отметить, что угроза патологического перелома была у 59 пациентов, а остающийся патологический перелом у 26, что составляет порядка 30%. Итак, 86 пациентам было выполнено 133 операции в пределах нашего отделения. Первая часть – это малоинвазивные методы, что включают в себя вертовопластику и остеопластику. Были применены у большинства пациентов, у 77%, у 66% было выполнено 106 оперативных вмешательств. Соответственно, был подсчет по локализациям, наиболее всего поражался грудной отдел позвоночника, что составляло 48 позвонков. Также остеопластика по злощенной кости грудина, она считывалась 16% случаев. Был произведен подсчет по наполняемости зоны дефекта, зоны локализации метастазического процесса и также объем заполнения после выполненного оперативного вмешательства. В целом, тенденция была к улучшению, то есть мы оценивали по шкалам, по визуальной аналоговой шкале, также оценивали функциональный статус по шкале Уоткинса и КОК. И у тех пациентов, у которых мы также оценили неврологический и был неврологический дефицит, мы также оценили по шкале Азии. В целом, мы отмечаем положительную динамику по всем шкалам. Далее я скажу также еще резюмирующий фактор. Хочу представить пациентку с раком молочной железы, с множественными метастазами в косте, в состоянии после лучевой теракии на терапии на область крышевертлужной впадины. Ввиду литического очага деструкции в крышевертлужной впадины, больной было выполнено остеопластика крышевертлужной впадины. Объединено порядка 12 мл костного цемента, что объем цемента составляет порядка 85%. Оценка у данной пациентки проводилась по двум шкалам, по визуально аналогичной, по шкале Воткинс. Также фактором выполнения данной операции послужил интенсивный болевой синдром. После выполнения оперативного вмешательства болевой синдром резкого снижения практически оккупировался. Срок наблюдения у пациентки 9 месяцев. Вторая часть компрессивно-стабилирующей операции была выполнена 12 пациентам. Также на слайде представлено, что выполнялось на 6 пораженных позвонков в грудном отделе и на поясничном отделе в 6. Транспедикулярная фиксация применялась в большинстве пациентов, что составляет 10 случаев. Также крючковая фиксация на верхнем отделе позвоночника состояла в 2. Оценка производилась помимо предыдущих хвалов по шкале Френкель. Стоит отметить, что мы имеем одну пациентку с поражением по Френкель-С. Ввиду того, что пациентка находилась в вынужденном лежачем положении, но также после выполнения оперативного вмешательства у пациентки также представлен Френкель-Е. Пациентка с диагнозом бракочетовидной железы и состояние после терроритектомии от 2013 года, далее прогрессивного процесса в 2014 году и состояние после неоднократного оперативного вмешательства в объеме декомпрессивных лимоноктомий поступило к нам в 2015 году. На данном слайде мы видим массивный опухолевый процесс, вовлекающий 12-е ребро, компримируя к остальную плевру с переходом на дужку и вовлечением почти что всего тела позвонка и компримируя очень сильно спинной мозг. Больной было выполнено оперативное вмешательство у нас в центре в объеме удаления опухоли с резекцией 12-го ребра, с гемикорпуректомией, также с резекцией к остальной приемы и с пластикой перемещенной мышцей выпрямляющейся спидом. Вот, собственно, представлены этапы операции, выделение мягкотканного компонента 12-го родного позвонка с резекцией 12-го ребра к остальной плевру. Визуализируется доля правого легкого, далее вид раны после удаления опухоли, собственно, сам макропрепарат, то есть в едином блоке, N-блок с резекцией диафрагмы. И также обязательным компонентом является выполнение прямой вертовопластики 12-го грудного позвонка и мышцей выпрямляющейся спины, что составляет реконструктивный пластический компонент. Обязательным этапом выполнения рентгена и МРТ-контроля мы видим то, что зона поражения не компримирует спинной мозг, и также оценка проводилась по ниже ведущим шкалам, что, собственно, мы отмечаем положительную динамику в качестве и неврологического статуса, и функционального. Также в этой группе пациентов хотим представить пациента 5-6 лет с диаконозом раклиевой почки, с метазазомами в легкие состояния после нефотдреналоктомии от декабря прошлого года. Там пациент поступил в начале текущего года, после порядка трех недель после выполненного предварительного урологами оперативного вмешательства. Также видим то, что поражен четвертый грудный позвонок, довольно сильно компримирует спинной мозг. Но стоит отметить, что в плане неврологического дефицита у пациента не сильно был развит неврологический дефицит, больше всего беспокоил пациента локальный болевой синдром. Больному была выполнена корпоректомия 4-го грудного позвонка с крючковой фиксацией 2-го, 4-го и 5-го, 6-го позвонков. На слайде представлено состояние эндопротеза, а также установка металлоконструкции. 3D-реконструкция состояния после операции. И, как уже сказал ранее, по визуально-аналовой шкале, также по шкале Водкинс мы отмечаем положительную динамику в плане оккупирования болевой синдрома и уменьшения неврологического статуса. Пациент активизирован на пятые сутки после выполнения оперативного вмешательства. Стоит отметить, что пациент довольно-таки с избыточным весом. Вес пациента составляет 140 кг, что затрудняло некоторый процесс выполнения самого оперативного вмешательства. И также за счет того, что локализованный метастаз рака почки опасались довольно-таки большой кровопотери, но при данном объеме оперативного вмешательства кровопотеря составила 1,7 литра. Срокное мнение пациентов на данный момент составляет 6 месяцев. Третья группа пациентов – остеосинтез, был выполнен 8 пациентам. Интермедулярный остеосинтез был выполнен 7 пациентам. И на костном остеосинтезе было выполнено 1 пациентам. По поводу интермедулярного остеосинтеза по поводу бедренной кости было выполнено 6 пациентам. И один остеосинтез был выполнен на плечевой кости. Также производилась оценка по шкале МСТС, что составило положительную динамику по поводу функционального статуса. И плюс ко всему, как уже ранее сказал Валерий Вячеславович, то что также производился подсчет объем цемента и объем заполнения. Обязательным этапом операции в таких случаях является обязательное выполнение прямой остеопластики. Пациент 56 лет с диагнозом рак грудной железы. Это, кстати, единственный пациент, который является мужчиной. Большинство пациентов как раз у нас женщиной является единственным. Стояние постукомбинного лечения в 2009 году и прогрессивное в 2015 году с методическим поражением диафизарного отдела большеберцовой кости. Больному выполнено оперативное вмешательство в объеме плоскостной резекции большеберцовой кости с прямой остеопластикой и накосным остеосинтезом. На слайде представлен макропрепарат в едином блоке и контрольный рентген. Оценка также производилась по шкалам ВАШ и КОК МСТС. Пациенты волновали незначительные боли. Данный диагноз был поставлен при контрольном остеосинтеграфии. И поскольку был метастаз локализованный, мы выполнили данное оперативное вмешательство. И последняя группа пациентов. Это пациенты, относящиеся к резекции костей, что составляет 6 пациентов. Резекция ребер выполнялась двум пациентам. С капулактомия была произведена 1 пациенту, резекция крестово-подвздошного сочинения 1 пациента. И также 2 пациентов из 6 составляет пациенты с резекцией проксимального отдела бедренной кости с эндопротезированием тазобедренного сустава. Оценка также представлена таблицей. Тут уже останавливаться не буду. Также отмечалась положительная динамика. Стоит отметить, при эндопротезировании у одной пациентки был состоявшийся патологический перелом, у одного пациента не было состоявшегося патологического перелома. Таким образом, процент востребованности ортопедического пособия, включая малоинвазивные методы вертопластика и остеопластика, у пациентов с метастазическим поражением скелета, по данным нашего центра, составляет порядка 31%, без вертопластики и без остеопластики порядка 7%. Причем малоинвазивные методы лечения применены у 66 из 86 пациентов, а стабилизирующие операции порядка 28% пациентов, что стабилизируют 25. Если разбить наши данные по морфологическому признаку, большая доля принадлежит пациентам с диагнозом и заболеванием раком молочной железы, порядка 35% рака почки 8 из 19 пациентов, что стабилизирует 42% предстательной железы 5 из 26. Значит, осложнений после выполненных всех оперативно-мешательных не отмечено, и на фоне проведенного лечения у 76 из 86 всех пациентов отмечалось снижение или полностью оккупирование болевого синдрома. Также получена положительная динамика неврологического статуса, что составляет 8 из 12 пациентов, что практически 2 трети занимающие после декопрессивной операции на позвоночнике. И также улучшение функционального статуса, что было оценено после пооценки по шкалам ЭКОК и также по шкале МСТС. Также представлено, что у 20 из 85 по ЭКОК было осуществление положительной динамики. Но за счет того, что все-таки большинство пациентов находилось в группе ЭКОК-2 и ЭКОК-1, поэтому сложно оценить резко положительную динамику. Поэтому я считаю, что в целом действительно было гораздо больше. И по шкалам МСТС у 7 из 10 пациентов было также положительная динамика в плане функционального статуса и оккупирование болевого синдрома. Благодарю за внимание.